всем привет привет друзья приветствую вас на этом празднике жизни хочу написать нам тему эфира все тема есть вот вот они родненькие лежат прямо передо мной можете пока на них полюбоваться да это правда они представляете вот настоящие самые как горячие пирожочки свеженькие привет всем привет давайте еще немножко подождем чтобы к нам смогли присоединиться все желающие вот да можно пока попрыгать до потолка посмотреть на них отлично вот с нами даша привет это счастье я хочу все это вы еще цену не слышали в общем с былось мечты сбываются понимаете так все посыпались вопросы давайте в общем я сейчас расскажу то что я знаю и потом отвечу на все ваши вопросы что знаю вот я рада вас сегодня здесь приветствовать как я уже сказала на этом празднике жизни наконец-то мы с вами дождались приветствую всех вновь присоединившихся вот давайте прямо я не знаю похлопаем отметим это событие потому что мы правда этого очень долго ждали наконец-то невская палитра выпустила нашу питерскую акварель всеми любимую ну почти всеми любимым белые ночи в тубах поштучно да действительно кто-то написал в комментариях что белые ночи в тубах продаются уже года три или четыре но фишка в том что раньше они продавались только в наборе 12 цветов к сожалению этого набора у меня уже нет я потом stories вам покажу они даже эти тюбики отличаются даже немножко внешне и в общем в основной эта проблема была в том что в наборе было всего 12 цветов и как бы это были не совсем те цвета которые мы с вами хотели видеть не было нашего любимого кадмия оранжевого например вот он вот он передо мной посмотрите он настоящий я сама до сих пор не могу это поверить в общем посмотрим что что они сделали что они поменяли вот собственно тюбики перед вами объем у них 10 миллилитров 10 миллилитров пока объем только такой они сделали небольшой ребрендинг упаковки если у вас есть старые тюбики то вы видите что они отличаются у них другая крышечка они стали меньше похожи на зубную пасту потому что у прошлых крышечка была такая вытянутая теперь на самом тюбике есть печатка невская палитры небольшой редизайн упаковки здесь с обратной стороны есть название цветов на английском языке да 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 уже в продаже сегодня они поступили в продажу в красном карандаше можно их уже купить заказать на сайте все ребят все зеленый свет это что касается внешнего вида выглядит в принципе презентабельно крышечка откручивается легко и это довольно таки стандартная крышка та которая у них была раньше это была новаторская идея невской палитры а та которая у них сейчас она похожа на крышки многих других производителей например у меня есть вот виндзор и ньютон используют похожую крышку у дэниел смит похожая крышка ужин хан похожая крышка то есть в общем такая форма ходовая еще раз объем 10 миллилитров мне кажется мне надо где-то это писать потому что вы будете присоединяться и я буду отвечать на одни и те же вопросы много 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 раз и расскажу вам сколько цветов цветов не 12 12 цветов было в наборах сейчас их гораздо больше всего у невской палитры 66 цветов в фирме белые ночи и уже сейчас продажи есть примерно половина из них 33 или 34 цвета так давайте объем где тут нас что цена сейчас и до цены дойдем немножко неудобно писать объем 10 миллилитров и так ребят цена 133 рубля за тубу представляете 133 рубля карл 100 33 рубля серьезно один тюбик стоит 133 рубля это правда абсолютно я сама сегодня видел в магазине так что я почти уверена что каждый может себе позволить это попробовать наконец-то нам стала доступна возможность попробовать для себя что такое акварель в тюбиках особенно для начинающих для тех кто не готов там отдавать по тысячи рублей там по 600 по 800 рублей за тюбик просто для того чтобы понять нравится ему это или нет вот пожалуйста купите себе ведро нерской палитры и пробуйте пробуйте в свое удовольствие цвета еще не написала цвета 33 или 34 ну давайте напишу 33 потому что сегодня я видела сама 33 из 66 давайте у меня сейчас здесь дальше ну вот нам написали что 34 но в магазине я их сегодня с тобой пересчитывала было 33 ну как бы плюс минус 1 я думаю это не так страшно вот мой возможно 34 давайте мы вот тут вот так вот подпишем 34 давайте пробежимся по цветам которые есть по поводу цветов где остальная половина как утверждает невская палитра они готовятся выпустить всю серию то есть все планируют выпустить все 66 цветов и обещали нам следующие новости в начале следующего года вот я надеюсь что они имели ввиду 2017 поэтому пока что удовольствуемся тем что есть но они в общем ждем 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 новостей как только новости появятся мы сразу же вам их расскажем пока что ориентируйтесь на начало следующего года пробежимся по цветам у меня здесь 21 тюбик из 33 доступных что есть есть практически вся линейка не практически вся ну ладно почти почти вся линейка желтых в тюбиках есть есть цинковый белила ганза желтая лимонная кадмий лимонный кадмий желтый средний в тюбиках все это есть нет пока что индийской желтой в тюбике нет неаполитан ки в тюбике есть желтая охра есть золотистая темная есть кадми оранжевый не не видела я сегодня золотистую не видела индийскую золотистую лак оранжевый тициановую не видела дальше едем есть охра красная есть кадми красный есть алая есть рубиновая по моему тоже карминовая красный краплак бордо фиолетово нет сиреневый хинокридон есть едем едем дальше дальше идут синие есть циррулиум синий кобальт ультрамарин голубая по-моему из синих это пока что все индиго берлинской лазури еще нет из зеленых бирюзовой тоже пока нет фиолетовой пока что нет синего лака нет лазурно-голубой пока нету и нескольких хинокридонов если вы заметили тоже нету из зеленых есть изумрудная зеленая светлая зеленая оригинальная есть оливковая окись хрома ребята окись хрома есть зеленая которая обычная я уже сказала и из земляных умбра так сиена натуральная умбра умбраженная сепия и так я не помню охры я все сказала в общем нету сиены женой пока что сиены женой пока что нет натуральная есть есть серая пейна есть нейтральная черная из черных из черных нет кости женой воронежской и сажа а сажа газовая кстати тоже есть так что вы неаполитанка не платьте не платьте неаполитаночка мы тоже ее очень ждем я думаю она будет точнее я в это верю боже закуплю кадмия оранжевого на 30 лет вперед как я вас понимаю так и думала кадмия пропадет сразу все раскупят на 30 лет вперед да 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 ну ультрамарин кстати в старых тюбиках же по моему был насколько я помню вот так что ультрамарин это не так ново но кадми кадмия оранжевый вот вот она наше золотое сочетание они теперь могут быть вместе я их еще сейчас повыкрашиваю мы с вами замесим историческую смесь серого из первого там тюбика кадмия оранжевого и ультрамарина проверим что все работает что нас не обманывает так давайте есть еще вопросы по цветам я примерно пробежалась насколько помню какие есть если объемы там по ну цена объем цвета у нас все написано в общем еще еще какие у вас вопросы или уже можно пробовать их раскручивать посмотреть как набирается краска как выкрашивается самое индика пока что нет иначе он был у меня тут тоже был до из таких из культовых есть вот кадмия оранжевые земляные почти все есть оливковая ультрамарин ну то есть как бы в принципе в принципе есть из чего выбрать фиолетовый нет да фиолетовый к сожалению пока нет причем ни одной из так сказать фиолетовых не ультрамарина фиолетового хинкридона тоже нет давайте пробуйте как закручивается остальные планируются к выпуску точно или вы предполагаете а знаете в официальном аккаунте невской палитры вероника калачева спрашивала у них будет ли они выпускать фиолетовую и они сказали что кадмия оранжевый уже выпущен а фиолетовая ожидается в начале следующего года то есть я вам передаю то что я прочитала у них в аккаунте и вы можете тоже у них это прочитать под пока нет вы подразумеваете вообще или в красном карандаше вообще то есть все что есть сейчас в красном карандаше уже есть цирулиум есть там пробовать буду конечно выкраску выкраску все 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 я поняла сейчас будем будем выкрашивать ну да бордо бордо есть они писали что будут выпускать остальные в следующем году ну вот все что мы знаем ребят в начале следующего года они обещали нам дальнейшую информацию по остальным цветам поэтому давайте ждать и держать пальчики в конце концов что-то у нас уже есть вот поэтому давайте выкрасим я не знаю стоит ли мне выкрасить все но я думаю это займет не так уж и много времени давайте выкрасим все я в шоке что цирулиум и кобальт стоит как белила и ультрамарин ну да но вот такая политика у невской палитры все стоит одинаково это конечно вопрос почему но мы сейчас кстати выкрасим кобальт мне очень интересно как он будет набираться из тюбика лучший подарок я такой фону не рад вас да я вас понимаю ну что давайте пробуем как раскручивается нормально никаких проблем с раскручиванием нет боже мой ребята смотрите они просто запакованные забетонированные мне надо его чем-то проколоть вот это вопрос если крышка плоская чем я буду его прокалывать хорошо давайте посмотрим все ли тюбики такие я конечно найду чем но имейте это ввиду но с другой стороны они позаботились о нас это знаете прям как лекарство или крема старые серьезно смотрите они все запечатаны очень очень по-нашему я бы сказала еще и закрыты да но вообще если вы знаете краска в тюбике заливается сверху а потом вот тут запечатывается в этой крышке нет прокалывалки ну ребят на это россия ну что вы хотели запечатана прокалывалки нет а представляете если бы если бы крышка была острая все бы жаловались что крышка острая все хорошо так сейчас есть перо есть ножницы ваша идея чем прокалывать кадми и лимоны зато не вытекут не вытекут точно вот прокалываю ножницами потек родименький зато смотрите выделяется краска равномерно никакое связующее сверху не плывет вот видите но на самом деле если связующее плывет сверху то это ничего страшного потому что его можно перемешать внутри но здесь чистая краска вот я намажу ее сейчас нам маркетолог был пьян сейчас что-нибудь обнаружится но вот поэтому это эфир называется первые впечатления потому что я сама их еще не успела распаковать я только-только приехала домой и сразу же к вам в эфир вот я закручиваю его обратно но мне надо запастись чем-то чтобы проколоть все остальные тюбики и показать вам подождите две минутки я схожу за острыми штуками на чтоб сильно не радовались сейчас ребят две минуты но это как эколайн отдельно продает баночки и отдельно продает пипетки тут надо продавать отдельно акварели отдельно для них специальные палочки для прокалывания сохраните эфир пожалуйста я обязательно сохраню если ничего не случится внутри прокалывалки тоже нет первые потери расход краски ван гога прокалывать не надо ну-ка крышку открыл столько краски вылезает ну да это правда в общем давайте потихоньку их прокалывать и выкрашивать это кадмий лимонный перед нами он в принципе и из кювета хорошо набирается сочный как всегда звонкий слюна на экранчик капает разве в тубах белые ночи отдельно продаются вот они перед вами с сегодняшнего дня они отдельно продаются прямо сейчас после этого эфира вы можете зайти на сайт красного карандаша и приобрести их там или приехать в магазин и потрогать давайте прокалываем дальше оп поехал опустить пониже лист пониже откуда крышка не глубокая не будет туда пол тюбика уползать ну да давайте раскрутим обратно в принципе вот все хорошо видите никто не пострадал отсюда тонна краски на меня не вылезает все держится то есть после прокола в принципе все нормально ничего из тюбика не вытекает нет смотрите вот по поводу вытекает не вытекает вот она сфокусировалась вот я наклоняю тюбик ничего не капает здесь тоже все хорошо дальше краска не лезет лимонный в экран не поместился даша у тебя наверное клавиатура открыта сверни клавиатуру потому что если открыть клавиатуру вся картинка вот так соскакивает у меня здесь кадмий средний покушается на золотистую сейчас я его сотру я чувствую у меня все будет в невской палитре если я открою вам все тюбики вот мы кстати сегодня это такой обзор первое впечатление то есть я не буду сейчас их разбирать как мы обычно делаем обзор на краски мы чуть-чуть но чуть-чуть попозже он обязательно будет то есть это вот вот прямо свеженькие свеженькие из магазина блин они такие насыщенные что мне кажется что мне не хватит просто водички у меня две емкости с водой стоит и они уже почти полностью в краске они очень 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 насыщенные пигментированные но это пока что кадми кадми и в принципе у нас краски не проблемные придется из-за вас москву возвращаться где можно заказать отдельно красный карандаш у нас под последним постом с анонсом про эти тюбики есть ссылка на магазин золотистые и вот вопрос их нужно все проколоть чем-то разным чтобы не попортить краски у меня уже ножницы в краске пенал в краске кисть в краске с другой стороны так я просто не хочу чтобы для вас это все было слишком долго поэтому я щас еще я думаю что я их буду открывать сейчас не все вы уже посмотрели как это происходит и я наверное открою какие-то ходовые цвета ой вернись закручивается откручивается правда легко куда у меня есть салфеточка я в нее вытираю но все-таки не хочется залазить в цвета грязной грязной штучкой за иголкой я не хочу идти не хочу вас здесь оставлять одних кадми и оранжевый ребят золотистую пока отложила прокалываю кадми и оранжевый попробую сделать это аккуратненько вот смотрите я сделал маленькую аккуратную дырочку и ничего на меня не лезет то есть если туда прям если в общем делать это аккуратно смотрите краска даже не вылазит вот я приспособилась проблемные цвета конечно покажу я открою сейчас самые так сказать ожидаемые и открою самые проблемные да это акварель скажите мне какие цвета вы хотите увидеть из тех что у меня есть где-то у наш кадми и оранжевый вот кадми мне удалось выдавить аккуратно возможно вы слышите у меня человека соседа цирулиум проверим в кюветках не очень был но у них да он был в кюветках не очень вот наш любимый кадми и оранжевый почему-то именно сейчас кто-то решил делать ремонт индийской желтой нет оливковую окись хрома так я это отодвину и прямо сейчас я хочу открыть ультрамарин и смешать его с кадмием оранжевым как вы на это смотрите сейчас попробую также аккуратно проколоть но ультрамарин все равно полез я хоть проколола чуть-чуть есть ощущение что разные тюбики под давлением заполнены немножко по разному потому что на кадми мне прям пришлось нажать чтобы он выпался оттуда а ультрамарина и лимонных было много то есть вот посмотрите кадмия прям про мяло объем у туб 10 миллилитров до тюбики могли бы чуть придавлены но ультрамарин вот он яркий как всегда все с ним в порядке ребят это исторический момент мне даже страшно вдруг сейчас что-нибудь пойдет не так представляете и вот оно да это она ребят мы можем смешивать в ванны этого серого теперь просто делать тонны этого замеса все окей все смешивается все как надо ура так едем дальше проблемные цвета сейчас оставлю мы их посмотрим отдельно давайте посмотрим оливковую окись хрома мне очень интересно как будто кисть хрома набираться из тюбика начну с оливковой вот она тоже попробую открыть аккуратно оливковая тоже прямо хлынула на меня 133 рубля чистого счастья говорят что счастья не купишь так светостойкость да такая же две звезды пробуем оливковую ну в общем все 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 отлично все прекрасно ребята она такая свеженькая а просто посмотрите на нее это вам это вам низкие ветки набирать краска очень густая серьезно вот я размываю 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 она все равно густая из тюбика вылазит даже больше чем я могу потратить окись хрома можно будет больше оптом не закупать эти ки веточки на марафоны окись хрома тоже вылезла причем я делаю прокол очень-очень маленький но все равно все равно краска вылазит вот она наша родненькая ой я уже в общем вся в краске если вам интересно мне кажется это я не знаю это я тоже под большим впечатлением и у меня трясутся руки вот даже линеры у меня в краске все все в невской палитре невская палитра поглотила мое рабочее место да это была оливковая окись хрома ну я вам скажу что из тюбика и очень просто сделать насыщенной посмотрите все-таки из кювет она немножко в кюветах она немножко мылка набирается это нужно размочить чтобы ну у меня так было ее нужно было размочить чтобы набрать и здесь смотрите какая густая прям вообще и вот еще можно размыть как всегда ну в общем здесь мне вот из тюбика больше нравится чем в кювете потому что если кадми и они и все из кювета отлично набираются то окись хрома прям намного лучше смотрите какая густая и совсем не мылкая а сергей курбатов завязал с марафонами как не вовремя может быть он сейчас увидит и передумает ну как как можно завязать с марафонами сейчас как все нельзя просто у нас окись хрома в тюбиках простаивает в общем едем дальше давайте посмотрим самые проблемные краски но ребят вы должны понимать что они проблемные не потому что невская палитра плохая а потому что это кобальтовые пигменты и они очень дорогие они мылки у всех производителей но мне бы то есть я не жду от них что они сейчас внезапно будут яркие или вдруг цирулиум будет как цирулиум от ван гога который вы все любите просто цирулиум от ван гога это не цирулиум а краска с белилами я просто жду что они будут легче набираться потому что свой кобальт синишки ветки я выбросила потому что я не могла его размочить чтобы набрать то есть мне важно даже не то что он мылки а то что он не набираемый сейчас проверим тюбик тоже исторический момент интрига давайте делайте ваше предположение у вас есть шанс сейчас мы все узнаем правду вот он влазит очень даже насыщенный он решил от меня сбежать кобальт синий боже внезапно посмотрите на него в неразмытом состоянии и он выглядит не бледнее чем ультрамарин мне придется чуть-чуть почистить тюбик потому что он даже прям сильно сильно побежал не томите ну ну дайте мне насладиться моментом интрига я сама еще не знаю как это будет у меня самый первый кобальт ушел мне нравится сам цвет кобальт но у меня он просто был деревянный и так да ребята посмотрите на это вы в это верите это синий кобальт я его сейчас размочу конечно все все нет больше проблем с кобальтом серьезно это синий кобальт друзья да я могу его размыть как обычно вот мы получаем нашу кобальтовую заливку но в густом виде он густой все у нас есть густой кобальт святая мадонна сейчас плакать буду от счастья да ребята да хорошо набирается причем разные цвета в новых цветах ну может быть мне такой попался но он явно был не такой я попозже вам поднесу еще листочек поближе мне хочется мне хочется нырнуть просто сейчас в это пятнышко и раствориться в нем давайте посмотрим цирулиум посмотрите как он классно сгранулировался прям настоящий кобальт хороший кобальт за 2 евро я открываю цирулиум пляшем ребята пляшем все знают да что просить у деда мороза на новый год комментарии закрывают сейчас я вам подвину наслаждайтесь у нас текст уехал сейчас вернуть текст и потом открою цирулиум сейчас посмотрим цирулиум здесь тоже настоящий настоящий пигмент но вот он посмотрите он также не вытекает как кадми оранжевый то есть я говорю это от цвета к цвету пока что у нас было два цвета которые не вытекали ну вот капелька тоже небесно-голубая дед мороз будет рад цене вчера купила 15 тюбиков дэниел смит дэниел смит тоже хорошая краска смотрите цирулиум настоящий цирулиум не мылкий именно такого цвета именно такого цвета и есть настоящий пигмент цирулиум они у меня даже тут хотят смешаться вот тоже вполне себе можно сделать густой цвет яркий насыщенный и не блекло мылки хотя бледную заливку тоже сделать можно вот смотрите я смотрю все закупились красками так ребят давайте отодвину сейчас покажу вам поближе вот смотрите это это не ультрамарин ребята не ультрамарин это синий кобальт это цирулиум ультрамарин вот смотрите как выпал в осадок кобальт причем цирулиум тоже осаживается в ячейках окись хрома окись хрома это наш кадми оранжевый с ультрамарином оливковая посмотрите на нее 133 рубля ребята 133 рубля просто я я не знаю что я могу добавить мне нечего больше сказать просто вот кобальт цирулиум оливковая окись хрома 133 рубля заверните все пожалуйста смотрите у меня есть карминовая есть хинокридон и есть некоторые земли если хотите чего-то выкрасить скажите мне давайте я сделаю выкраску нужно реки лить можно ведрами вот все давайте все переходим на формат чистый лист охру даша желтую или красную так беру сиреневый хинокридон и какую охру кармин допустим индиго нету охра плохо да желтая охра кстати точняк желтая охра это тоже проблемный цвет именно от невской палитры она у них плохо набирается поэтому сейчас я выкрашу желтую охру красного хинокридона нет есть хинокридон только сиреневый вот он пожалуйста сфокусируйся на нем вот сиреневый хинокридон желтую охра красная нормально у них набирается сколько денег потеряли и люди уже поцелены зарубежные нет ярко-голубой нету не ярко-голубой не лазурно-голубой не бирюзовый желтая охра в общем давайте вроде про объем про цену и про цвета никто меня больше не спрашивает поэтому я положу нам чистый листик вы можете продолжать любоваться на цирулиум и на кобальт окись хрома желтыми с какими желтыми вы хотите чтобы я смешала окись хрома пока что я открываю желтую охру так страшно каждый раз вот она на меня полилась опять и капнула вот сейчас когда все вылилось заметьте какой-то объем из тюбика выливается и дальше она не капает боже мой да даже если бы она прямо сейчас вытекла вся из тюбика я бы за 133 рубля вообще бы не расстроилась не знаю как вы по поводу мылки не раз уже спросили но я храню молчание не потому что я вредная а потому что там в комментариях не раз уже ответили мылки это цвет который плохо набирается на кисть цвет вот вы сколько в кюветке кисточкой не водите он будет бледный блеклый будет плохо набираться в общем как будто я не знаю как будто ну он даже так выглядит как мыльник я просто просто даже не знаю если вы пробовали когда-нибудь кобальт синий набрать из кюветки невской палитры то вот это мылкий цвет желтая охра смотрите кто спрашивал вот пожалуйста нет больше проблем с каменной желтой охра и ребята я восторге я восторге вы это видите да я просто даже не знаю что сказать у меня холодные лампы поэтому у меня все желтые цвета зеленят на видео но на самом деле она теплая и приятная я раньше не любила желтую охру от невской палитры как раз именно из-за того что она набирается не очень хорошо но вот вот вам пожалуйста так едем дальше давайте сразу уж охру красную хотя охра красная она по моему была уже в тюбиках в наборе через не золотистый хинокридон ну конечно не золотистый хинокридон но хорошая охра даже даже цвет не противный не зеленый не грязный потому что впечатление от желтой охры в кюветах у меня были не самые приятные фиолетового ультрамарина нет умбры у меня нету потому что я и особо не интересуюсь есть умбра жженая только лучше поздно чем никогда ну вот ребята немножко не попали в волну хорошо что они вообще это сделали я вам так скажу охра красная прямо выпирает на меня сейчас мы выкрасим но у меня честно лично у меня к охре красной не было никаких претензий она мне всегда нравилась вот она красавица я хочу смешать ее с кобальтом смотрите какой теплый серый что 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 там в магазинах уже есть да уже есть ребят сегодняшнего дня в красном карандаше есть цирулиум цирулиум есть мы его уже выкрасили вот эту цирулиум да представляете это цирулиум красная охра розовые про розовые много спрашивали у меня есть карминовая и сиреневый хинокридон охра желтая она почему-то пахнет стало ужасно я даже специально для вас сейчас понюхаю нет это пока что ужасно не пахнет но возможно у нее вышел срок годности не знаю сиреневый сейчас давать начнем карминовая и сиреневый хинокридон сразу посмотрим потом мой процесс немножко затягивается потому что я прокалываю каждый цвет они все новые я не успела даже сама их попробовать перед эфиром но зато вы точно знаете что это никакой не мухлёжа это первое впечатление потому что я сама их только-только при вас прямо сейчас все открываю они так что я заранее посмотрела подготовилась сейчас вам рассказываю карминовая тоже не вытекает спасибо ей можно выдавить чуть-чуть тубы удобные краплак есть краплак есть конкретно у меня нет но в продаже краплак есть тубы пока что удобные но их все нужно проверять временем то есть как они будут сминаться как будет после засыхания открывать крышка именно поэтому я сейчас вам рассказываю первые впечатления потом я еще их потестирую и мы открываются очень легко вот то есть вот эта крышка прям новенькие свеженькие еще легче открываются но надо проверить после засыхания то есть они сейчас все свежие было бы странно если бы они свежие плохо открывались у карминовой по моему три звезды было а нет две звезды две звезды светостойкостью карминовой так сейчас где моя кисть карминовая ой как потекла так вам комментарии закрывают смотрите праздник цвета вода уже на нефть похоже вода похоже на детскую неожиданность но не на нефть так карминовая это была карминовая видите какая она яркая еще продолжает растекаться мне в принципе карминовая нравилась и из кювет но в тубах конечно еще ярче еще еще сильнее видно всю прелесть органических пигментов вот кстати интересные кто читает наши статьи про органические пигменты вот здесь прям сразу видно сразу видно что этот пигмент органический она так растекается и только я где-то провожу водой краска сразу заполняет это пространство то есть никакого наклона ничего не надо цирулем неожиданный яркая пока не высохнет сейчас это ребят это просто рыбачка яркая пока не высохнет проверим как я еще раз повторю это только первое впечатление то что я прямо при вас смотрю пробую проверяю обязательно после этого эфира мы проверим как они высыхают как засыхает краска легко ли ее потом набирать как эти тюбики в использовании как они изнашиваются поэтому просто это просто первое впечатление специально для вас чтобы вы сами их посмотрели в общем все для вас как всегда это сиреневый хинокридон пошел 133 рубля ребята я не знаю как у вас впечатление но у меня просто даже если он через неделю порвется засохнет вытечет мне кажется это это все равно успех так я задела статив смотрите сиреневый хинокридон как все хинокридоны ужасно яркий и тоже заполняет собой все пространство вот он для любителей хинокридонов можно их смешать марца коричневого в тубах пока что нет а тем временем смотрите как красиво засыхает смесь красной охры и кобальта серый цвет с грануляцией просто конфеточка вот что мы с вами на выкрашивали еще раз цирулиум кобальт синий я сама в это не верю вот я показываю пальцем и не верю мне хочется его потрогать смотрите какая грануляция оливковая окись хрома ультрамарин кадмий оранжевый кадмий средний желтый кадмий лимонный охра желтая охра красная карминовая сиреневый хинокридон вот такие дела да после нового года они обещали выпустить все остальные цвета давайте еще раз пробежимся я уберу эти листочки сохнуть еще раз пробежимся по информации у нас будет с вами большой масштабный обзор по невской палитре где мы попытаемся ответить с Дашей на все животрепещущие вопросы я хочу сложить их сердечком получится ли это у меня будет масштабный эфир обзор на невскую палитру где мы с Дашей постараемся найти ответы на все 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 самые важные ваши вопросы касательно невской палитры и сравнение ее с зарубежными брендами то есть стоит ли она того можно ли считать там ее профессиональной и вот это все и естественно мы там еще более подробно расскажем про тюбики я старалась не судите строго в общем и мы расскажем еще более подробно про тюбики тоже про то как они себя показали со временем мы их еще немножко потестируем посмотрим как они откручиваются после засыхания посмотрим как ведет себя краска не расслаивается ли она можно ли ее размыть после высыхания не знаю все все что вы хотите знать отдираются ли от них этикетки но разве это важно в общем еще раз что есть уже прямо сейчас магазин красный карандаш интернет-магазин и магазины обычные вы можете уже купить их все в живую все вот эти тюбики 33 или 34 цвета я хочу надписи вернуть у меня выбор либо оставить вам сердечко из тюбика либо оставить надпись вместе не получится потому что он тяжелый вот так в общем смотрите эти тюбики объем 10 миллилитров цена за один тюбик 133 рубля 133 сейчас есть половина цветов из палитры да некоторых топовых цветов нету которые все мы любим или почти все какие-то ходовые цвета но они будут белой ночи обещали нам выпустить все цвета не нам конкретно а нам с вами всем вот есть ли у вас еще какие-то вопросы какие у вас впечатления давайте если все если я показала вам то что вы хотели давайте разбегаться я знаю куда вы все сейчас побежите вот желать загадывать желание деду морозу смотреть сайт красного карандаша и все такое но первые впечатления мои такие что за эту цену они просто сделали не знаю нам всем большой 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 подарок особенно особенно меня порадовали проблемные цвета которые из кювет меня порадовали цвета кобальт синий цирулиум охра желтая которые в кюветах оставляли не самое приятное впечатление возможно если вы выдавите их из тюбика то они точно так же засохнут но это свойственно многим краскам то есть многие краски не стоит выдавливать в большом количестве потому что они высыхают то есть лучше все в любом случае лучше выдавливать свежую краску но что творится со свежей краской вы только что сами видели в эфире вы видели как размывался кобальт видели как размывался цирулиум показать еще раз выкраску сейчас секунду мы не выкрашивали все цвета потому что я подумала что это будет долго акварель в кювете стоит 75 рублей а тюбик 133 это кадми кадми оранжевый ультрамарин оливковая окись хрома посмотрите какая насыщенная цирулиум кобальт кобальт по моему меня больше всего сегодня впечатлил желтая охра красная охра карминовая и сиреневый хинокридон пока что мне все краски показались насыщенными достаточно немного краски нужно для того чтобы ее хорошо размыть цирулиум отличный это настоящий цирулиум не ждите от него того что он будет цирулиум как от ван гога потому что ван гог это имитация а это настоящий пигмент цирулиум и собственно он в густом виде набирается очень сочно то есть его можно размыть но по моему он отличный если вы конечно любите настоящий цирулиум вот такие дела перевернулся грузовик с тюбиками на нашей улице теперь все мы можем позволить себе рисовать тюбиками и покупать их не продавая за это душу и по моему это здорово спасибо вам что были сегодня здесь я надеюсь вам понравился наш эфир мы постарались сделать его максимально быстро чтобы вы сразу же смогли посмотреть что же это такое составить свое представление о тюбиках которые появились на нашем рынке так что если у вас больше нет вопросов то на этом мы с вами прощаемся и как я уже сказала через какое-то время мы с Дашей выпустим полноценный обзор на Невскую парильтру поговорим и про кветочки и про тюбики про их использование со временем если у меня сейчас не случится никакого коллапса то я сохраню этот эфир и мы зальем его конечно же на ютуб да мы действительно этого очень долго ждали запись эфира будет если получится его сохранить в общем всем отличного настроения я так понимаю что вопросов больше нет еще раз всем спасибо надеюсь мы заставили вас улыбнуться и скрасили этот вечер сделали его немножко приятнее вот всем пока 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 я не знаю что я не знаю вот что я не знаю это